Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал отвертка. Huawei Mate 10 Pro. Детальный взгляд и разница с Mate 10. Придерживаясь аналогичной конкурентам стратегии, китайский производитель Huawei запустил сразу две модели серии Mate еще до праздничного сезона. Так же как и у Apple и Google с их флагманами iPhone и Pixel, новые смартфоны Huawei Mate 10 – это очень похожие устройства, но с некоторыми отличиями. Что позволит потребителям выбирать между стандартным Mate 10 и его более продвинутым братом Mate 10 Pro. Эксперты фона Arena провели практический обзор нового смартфона, чтобы выявить на практике его преимущества перед конкурентами. При беглом осмотре устройства сразу было отмечено, что китайский производитель учел современные тенденции как в дизайне, так и в характеристике к девайсам. Но хватит ли этого, чтобы затмить конкурентов? В этом видео мы рассмотрим дизайн, посмотрим на дисплей, обсудим пользовательский интерфейс, процессор, память, увидим камеру, обсудим аккумулятор и также узнаем дату выхода данного аппарата и цену. Итак, рассмотрим дизайн. Сравнивая Mate 10 Pro со стандартным Mate 10 лицом к лицу, становится очевидно, что вариант Pro имеет более тонкий корпус, за счет чего его проще удерживать в руке. При этом обе панели смартфона стеклянные, глянцевая поверхность которых приятно переливается под разными углами обзора. Область камер выделена контрастной полосой, под которой удобно расположился сканер отпечатков пальцев. А сам девайс имеет степень защиты от воды и пыли стандарта IP67 в результате отказа от 3,5-мм разъема для наушников. Можно сказать, что в некотором роде новый китайский флагман похож на Samsung Galaxy Note 8 и LG V30 с их стеклянными корпусами и скошенными гранями, что делает его достаточно привлекательным для пользователей. Рассмотрим дисплей. Еще один фактор, подтверждающий, что Mate 10 Pro идет в ногу со временем, это его полноэкранный AMOLED дисплей с отношением сторон 18 к 9. Что делает девайс заметно уже и длиннее. Что странно, так это то, что разрешение у 6-дюймового AMOLED дисплея в версии Pro составляет 2160 на 1080 пикселей против 2560 на 1440 пикселей у стандартной модели. Непонятно. Бесспорно, качество изображения у Mate 10 Pro очень детализированное, четкое и яркое. Да, соотношение сторон и поддержка HDR10 обеспечивают высокий уровень динамического диапазона для видео. Но почему производитель не сделал разрешение экрана хотя бы таким же, как у младшей модели? Вот это вот непонятно. Хотя на самом деле при использовании обоих смартфонов пользователь вряд ли заметит разницу, разве что при сравнении с пятификацией обоих устройств. Ну а теперь давайте рассмотрим пользовательский интерфейс. Mate 10 Pro идет с новейшей программной оболочкой EMUI 8.0, которая заточена полностью под работу с Android 8.0 Oreo. Таким образом, китайский смартфон с первых же дней будет работать с топовым программным обеспечением. Кроме того, максимально чистый и простой интерфейс будет совершенствоваться благодаря машинному обучению, которому Huawei уделила особое внимание. Теперь смартфон способен саморазвиваться, прогнозировать, давать советы и так далее. Например, если вы работаете с приложениями для чтения в темное время суток, то смартфон предложит вам понизить яркость дисплея или включить ночной режим чтения, чтобы сделать процесс чтения более комфортным для вас. И это лишь один из множества сценариев, предусмотренных Huawei для смартфона с интеллектом. При этом Mate 10 Pro получил функцию плеера от Samsung с приложением Smart Screen, работающая при помощи обычного кабеля USB Type-C для HDMI. Так, подключившись к монитору или дисплею, пользователи получают полноценный рабочий стол, поддерживший огромное количество сторонних приложений. Это по аналогии с Samsung DeX. Правда, есть одна особенность в Mate 10 Pro, которая не реализована в Mate 10. Это мультиоконность в горизонтальном режиме отображения. Ну а теперь железный вопрос. Процессор и память. После представления на IFA 2017 мы знали, что Huawei Mate 10 Pro будет работать на чипсете Kirin 970, как, собственно, и Mate 10. При беглом практическом тестировании смартфон показал отличную работу, мгновенный отклик на команды, не уступая по скорости работы топовым флагманам. Но, как отмечают эксперты фонарена, более показательной будет скорость работы устройства после нескольких месяцев эксплуатации. Huawei не встает рекламировать чипсет Kirin 970, позиционируя его как нейронную процессорную единицу, открывающую новую эру в обработке информации. Представленный тип NPU заставляет машину самообучаться, анализировать и адаптироваться под привычки пользователя. Это интригует, если не сказать больше, особенно когда Huawei говорит о том, что новый смартфон обладает просто неограниченными интеллектуальными возможностями. Также пользователям будут доступны две версии Mate 10 Pro с 4 ГБ ОЗУ плюс 64 ГБ ПЗУ и с 6 ГБ ОЗУ и плюс 128 ГБ ПЗУ. К сожалению, в обоих вариантах не предусмотрена возможность использования карт microSD, что несколько странно, если учитывать, что в стандартной модели она есть. Скорее всего, из-за соответствия стандартным защитой IP67 Pro-версия лишилась не только 3,5 мм разъема, но и возможности для расширения памяти. Ну а сейчас давайте рассмотрим камеру. Китайский смартфон Pro-версии предстал перед пользователями с обновленной системой двойных камер фирмы Leica, состоящей из 12-мегапиксельного RGB-сенсора плюс 20-мегапиксельного монохромного сенсора с апертурой f1.6. При этом RGB-камера оснащена системой оптической стабилизации изображения, а дополняет все это великолепие системы гибридной фокусировки с возможностью 4-х кратного увеличения изображения. Дополнение маленькое – система камер в Pro-версии такая же, как и в стандартной модели Mate 10. Да, технические спецификации Mate 10 Pro действительно заслуживают внимания пользователей. Тем более, что двойная система камер подразумевает наличие эффекта боке для портретных снимков. Но что действительно впечатлило экспертов фоноарена во время практического использования смартфона – это съемка интеллектуального фото. Подобные снимки создаются при помощи интеллектуального смартфона, который в реальном времени оценивает происходящее, анализирует объекты на фото, чтобы использовать лучший режим для съемки реальных сцен. К примеру, добавляет насыщенность для изображения пищи, акцентирует внимание на зеленом оттенке при фотосъемке деревьев или травы. Бесспорно, акцент на способности камер смартфонов стал приоритетным для многих устройств, анонсированных в этом году. Поэтому реально оценить качество снимков китайского флагмана получится лишь после сравнения с его ближайшими конкурентами. По факту спецификации May 10 Pro смотрится впечатляюще, но чтобы действительно превзойти своих соперников, зачастую требуется что-то большее, чем просто солидная аппаратная составляющая. А основными категориями, в которых May 10 Pro предстоит выстоять вот эту вот схватку, станет съемка в плохих условиях видимости, эффект боке в портретных фотографиях и качество видеосъемки. Ну а теперь аккумулятор. Как и ожидалось, Pro-версия от Huawei получила просто невероятный аккумулятор емкостью 4000 мАч, что смотрится впечатляюще даже на уровне других флагманов. Но все-таки интересно будет проверить, насколько более долгая окажется работа May 10 Pro с более низким разрешением экрана в сравнении с младшим братом. Между тем, Huawei подарила смартфону технологии суперзарядки, которая способна обеспечить до 58% заряда с 30-минутной подзарядкой. Закрепить вау-эффект от нового смартфона могла бы функция беспроводной зарядки, но, к сожалению, он ее не поддерживает. Ну и в конце нашего видео дата выхода и цена. В продажу китайский флагман поступит в четырех оттенках. Полночный синий, розовое золото мокко и золотое шампанское. При этом смартфон будет поддерживать работу двух сим-карт с LTE стандартом 18-й категории. Итак, продажа. May 10 уже продается в магазинах и стоит примерно 699 евро. А для May 10 Pro продажи начнутся в середине ноября. И его цена составит 799 евро для версии с 6 гигабайтами АЗО и 120 гигабайтами ПЗУ. Тем не менее, при всей своей общей привлекательности некоторые спорные моменты, вроде отсутствия расширяемого хранилища, разъема для наушников и более низкого разрешения дисплея могут не убедить потребителей переплачивать по меньшей мере 100 евро за приставку PRO, зная, что обе модели обладают практически одинаковыми спецификациями. Итак, это канал Отвертка и наш партнер сайт mobcompany.info, сайт о смартфонах и их производителях. Я думаю, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, с нами будет всегда интересно. Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка.